Всем привет! С вами LinguaShow. Сегодня вы узнаете разницу между словом da и per в итальянском языке. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а мы начинаем. Мы используем da в итальянском языке, когда действие началось в прошлом и до сих пор продолжается. Например, vivo a Roma da cinque anni. Я живу в Риме пять лет. Действие началось в прошлом и до сих пор продолжается. Я до сих пор живу в Риме. Per в итальянском языке мы используем, когда действие началось в прошлом и закончилось в прошлом. Например, Я жил в Италии на протяжении пяти лет. Действие было в прошлом и оно уже закончилось. Также можно использовать предлог per в будущем, когда вы знаете, что это действие начнется и скоро закончится. Например, Я иду бегать на протяжении одного часа и потом вернусь домой. В этом предложении вы точно знаете, что действие продлится всего лишь один час, и потом оно закончится. Напишите в комментарии, знали ли вы об этой разнице между да и пе. Ставьте лайк, если это видео было вам полезно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые уроки. И до новых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok